Моему питомцу нельзя делать операцию, сказали, что он не перенесет наркоз. Такую фразу специалисты ветеринарной клиники доктора Чулковой от владельцев домашних животных слышат довольно часто. Однако это не больше, чем миф, говорят врачи, особенно учитывая уровень современной ветеринарной анестезиологии. Под анестезией проводится ряд хирургических и диагностических манипуляций. При этом пациенты не чувствуют боли и защищены от стресса. Для животных, в отличие от людей, общая анестезия применяется довольно часто. Причина в том, что у ветеринарного врача не всегда есть возможность провести качественное обследование пациента. Ведь братья наши меньшие не могут долго лежать без движения. К примеру, если требуется тщательный осмотр ротовой полости или необходимо сделать рентген или томографию. И уж тем более во время оперативного вмешательства. В этом неоспоримые плюсы наркоза. Но нельзя забывать и о существующем анестезиологическом риске. Он присутствует всегда. Основная задача врача-анестезиолога – провести весь комплекс мероприятий, который бы позволил снизить этот риск или своевременно выявить противопоказания к наркозу. Для принятия объективного решения существует стандартный алгоритм предоперационного обследования пациента и подготовка его к наркозу. Но прежде всего врач определит критичность ситуации и необходимость неотложного хирургического вмешательства по жизненным показаниям. Поэтому решение о необходимости и возможности хирургического вмешательства или манипуляции под наркозом принимает только врач. В сети ветеринарных клиник доктора Чулкова используются все современные методики, включая самые передовые. Однако определяющим при выборе именно этого ветучреждения. В случае необходимости оперативного вмешательства владельцы домашних питомцев считают наличие команды специализированных врачей-анестезиологов, квалификация которых подтверждена большим количеством успешно проведенных операций. Ольга Терентьева, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1».